Ну и сейчас к самому интересному. Мы здесь обычно собираемся для того, чтобы привет передавать, настроением вас хорошим заряжать. И сегодняшний день, сегодняшний эфир тоже не исключение, потому что, вы знаете, как я радуюсь, когда ко мне в студию приходят гости? Вы даже не представляете, когда мою студию кто-то наполняет своей живой энергией. И сегодня у нас в гостях лидер группы Арай, Александр Куликов. Привет! Привет! Тольятти и гости города. Всех приветствую от себя лично и от группы Арай и от Русского радио. Ну, мы тебя сегодня пригласили сюда не просто так. У тебя ожидается важное событие у твоей группы и у твоего коллектива. Может быть, расскажешь нам? Да. Спасибо, что пригласили. Действительно важные события. Мы закончили съемку второго клипа нашего на песню «Хочу уснуть». На слова испанского поэта Гарсия... Не, Федерико Гарсия Лорко. Очень такая философская, серьезная песня руперская. Первый клип у нас был на более такую попсовую, лирическую песню, где ты про любовь. Давно его записывали, первый клип? Ну, снимали точнее. Наверное, года три назад уже. Съемки проходили в Самаре, в Москве, в Петербурге. Оператор и режиссер клипа Андрей Рязаев. Знаем, такого знаем. Второй клип тоже с Андреем снимали. Наши слушатели должны с тобой познакомиться. Хотя, мне кажется, с твоим голосом тебе тоже только на радио работать. Ты прям располагаешь очень. Возьмите меня. Возьмем. Расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям историю создания вашей группы, сколько она уже существует и какую музыку вы исполняете. Где-то в начале 2000-х мы выпустили свой первый альбом, который назывался «Бардак в космосе». Ого! Обложка была такая забавная. Ванька, бас-гитарист Иван Мишкорудников у нас был. Он нарисовал зайца в космосе. Угу. И вокруг морковки летают. Вообще здорово было, весело. Мы тогда выступали. Это у нас дебют тогда был. Нас приветствовали на ура. Помню, у нас был концерт такой на большой площадке у Дворца спорта. Угу. Мы закончили выступать. Ну, там не только мы были. Вышли со сцены. И идем таки в направление, не помню в каком. Как толпа на нас накинулась. Ребята, вы откуда? Вы из Москвы? Из какого города? Мы такие. Мы местные, да? А, что такое? Да вы крутые. Да вы вообще обалденные. Мы такие, да мы из Тольятти. Они сразу так. В Тольятти? Сразу так расстроились. Видимо, статус надо было сразу, понимаешь? Ага. Такое приподнятием. Ну, чтобы соответствовало их эмоциям. А вы такие, да ладно, мы пошутили, да, мы из Москвы. Потом, потом мы выступали на Русском поле, заняли второе место. Вот, Русском поле, Русское радио, все будет хорошо. А это не ты там случайно у нас отбивки делаешь между песнями своим голосом? Ну, а вы как собрались-то вообще? Встретились, сели и решили, что необходимо, ну, или вот душа ваша просит создать группу, которая в дальнейшем будет танцпол разрывать? У нас вначале был в основном рок. Мы играли поп-рок, так скажем. Вот, это в дальнейшем мы стали играть кавера. Ну, не то, что мы прям играем, прям вот. У нас как бы 50 на 50. Но это, опять же, потому что публика просит. Не только, они прям вот, мы вот выступаем, что-нибудь свое поем, они говорят, а спойте, пожалуйста, вот... Лободу? Нет, нет, вот Соля, например. Ага. И мы так, ну, ладно, раз, спели. Потом на каком-то концерте, а спойте, Шевчук, а спойте там. Мы такие призадумались. Так, если люди просят, значит, надо делать. Ну, мы начали это делать, программу, включать популярные песни. И в конечном итоге, в конечном итоге у нас так и получилось. Теперь мы играем свое и популярное. Вот так. Свадьбы, банкеты тоже не обходят мимо нас. Это «Стол заказов» на волне 88FM. Это программа по вашим заявкам. Но сегодня у нас непростая программа. Сегодня у нас гости в студии, точнее, гость один. Это Александр Куликов, лидер группы «Арай». О, всем привет! О, я аж не ожидала, что ты так громко поздороваешься. Ну, может быть, кто-то присоединился к нам сейчас. Поэтому я поздоровался еще раз. Есть такие наверняка. Лиз, ну ты мне прибавила микрофон, поэтому тебе показалось, что я громко такая. Да, наверное. Мы сегодня задаем Саше всякие вопросы. Но неудобных не будет, точно говорю. Хотя я готов и к неудобным. Да? Да. Вопрос прислала наша слушательница Екатерина Фадеева. Как родилось название группы «Арай» и как оно расшифровывается? Мне кажется, это достаточно часто задаваемый тебе вопрос. Поэтому мне тоже интересно послушать ответ. Поэтому давай. Прикольно. Я всегда стараюсь уклоняться от этих вопросов. Почему? Потому что тяжело объяснить это. Ну, сейчас постараюсь своими словами. В первом составе группы играли музыканты, имена у которых были все на букву «А». Так. Когда начинаешь думать, ну как же придумать, ну что же, все начинают, наверное, большинство из музыкантов думают, что надо как-то имена складывать. Но мы тоже пошли этим путем и подумали, о, у нас все имена на букву «А». Значит, первой буквой заглавной в названии будет буква «А». А слово «рай» выбрали, соответствуя направлению творческой деятельности в светлую сторону. Ого! Да, мы решили как бы быть светлыми. Потому что темных много. Темных много, да. Да, очень много. Которые вот так поэто. А мы «ху-ху-ху-ху-ху» вот так вот. Я поняла. Ну, в смысле, женский вокал, в смысле, чистый вокал. Чистый. Вот так вот. А ты давно вокалом-то сам занимаешься? Я думаю, что я, наверное, с детства пою. Я помню, как сейчас маленькие на велосипеде ездят, всегда песенки. Всегда песенки напевал какие-то. Да. Я в Казахстане раньше жил. Степь широкая. На велике выйдешь Ветер такой Слегка такой дует Ковыль пригибается к земле Такая атмосфера Философская такая Свобода, небо над тобой И всегда сразу душа начинает петь Я еду на велике, всегда что-то пою Но ты вообще с музыкой везде? Я вот такой человек Я даже иду в душ, я включаю телефон И у меня всегда играет музыка Да? Да, я очень люблю Если куда-то иду, у меня всегда наушники То есть меня это прям так наполняет Вот, к сожалению, наверное, нет Да, мне кажется, потому что в твоей жизни И так достаточно музыки Не, не поэтому, потому что какие-то организационные моменты Может быть Что-то надо умственно как-то Прикладывать к какой-то деятельности Умственную к чему-то И в этот момент музыка отвлекает А вдохновляешься? А вот в машине, если еду, да, всегда включаю А свою музыку слушаешь? Ну, слушаю только, когда вот прошло какое-то сведение Послушаю какой-то баланс И как ты к этому относишься? Ну, критически, конечно Критически Я просто свои эфиры вообще не могу слушать Мне прям как-то, ну, некомфортно Не по себе Хотя вот я сижу сейчас у микрофона и всё прекрасно А запись включаешь? Я вот сейчас тебя слушаю Вообще прекрасный голос Всё супер, кайф Спасибо Так что это, видимо, психоакустический момент какой-то Я тоже так думаю Я, кстати, тоже не встречала ни одного человека Который бы сказал Ой, у меня в записи такой замечательный голос Вопрос от меня Самое необычное место, в котором к тебе пришла муза И ты такой Буду писать, где мой блокнот Ой, вспомнилась Что? А это можно говорить в эфире? А я, мы с тобой это не обсуждали, я не знаю В ванной? Да, и на ушко что-то Вот в ванной, но только рядом Что рядом? В комнате Было дело, вот, кстати, не поверишь Ага Вот, да, вот в этой комнате Которая рядом с ванной Заиграла музыка конкретная прям Я вышел А у нас, сестра у меня училась на пианино У меня пианино сейчас дома стояло Я подошел к пианино Заиграл И так думаю, нормальный музон Второе Необычное Так скажем, место Во сне Во сне? Да Ого Мне как-то приснился сон Я его буду Не буду сейчас рассказывать Он долгий Приснился Виктор Сой Я с ним общался Ну, такой сон какой-то неожиданный для меня Он какой-то такой трагический даже В какой-то степени Речь шла о том Что мы в какой-то западне И нам надо освободиться Колючая проволока И он такой появляется И говорит Ребята, вам надо идти туда А у него лицо такое прям Прям как будто вот он из огня только вышел Не в смысле опалено Какой-то такой прям Брутально Сверх брутально Не по-земному Брутально Какой-то такой прям Ух Ух Такой мужественный Я такой Виктор, а можно с тобой Он с тобой пойти Он такой Поворачивается Головой просто кивает И мы такие Поняли Что нам стоим не по пути Мы пойдем туда, куда он нам показал А он сам исчез И мы пошли туда И там просто как это Проходная такая С вертушкой И мы такие подходим Смотрим Охранники спят И мы такие Через эту вертушку Раз выходим И тут лес Солнце Птички поют И вот мне В этот момент Заиграла музыка Угу И я просыпаюсь Я беру гитару Молниеносно ее подбираю Записываю И она мне есть Она в записи Это значит для тебя Какая-то особенная Песня получается Ну вот это необычное место Это очень необычно Да Потому что Ну вот то, что вспомнил сейчас Угу Может быть что-то еще было Но вот пока Вот только вот это вспомнил Я думаю, что наши слушатели Тоже очень творческие И наверняка Кто-то из них стихи пишет Я, кстати, тоже Когда-то писала стихи В последнее время Как-то Скинешь мне? Нет, нет А что, я музон, может быть, наложу? Не нужно Так рисковать Да-то зря Может, получится вообще круто Критическое мышление В свою сторону Опять пошло Вот Но наши слушатели Музыка преображает слова А слова музыку Так что ты зря Хорошо Так что если что, подумай Надо бы мне было Заиметь музыкальное образование Я бы могла тоже Музыку Писать Хотя я на барабанной установке Играть Круто Научилась еще лет в 14 Слушай, надо поиграть Где-нибудь вместе А ты приходи, кстати Седьмого Ты занята? Это суббота? Суббота Нет 20.00 Приходи, поиграем Ой, нет Я же стесняюсь Ну Мы тебя Раскрепостим Раскрепостим Хорошо На разогреве тебя будем А Вот это разогрев Вот это я понимаю Разогреем А потом тебя на цену Друзья Буквально через несколько минут Мы вернемся в студию И у нас для вас Есть приятный бонус Александр от себя Задаст вопрос Про группу Арай Первый, кто дозвонится И правильно на него ответит Получит классный приз Это сертификат На картинг Поэтому Записывайте скорее номер Себе 950-88-0 И успейте К нам в студию дозвониться Друзья Мы снова здесь Это стол заказов И напоминаю Что сегодня в студии Я не одна Сегодня со мной Александр Куликов Лидер группы Арай Саша сегодня к нам пришел Не просто так У него будет важное событие 7 декабря Но он о нем расскажет Прям буквально Через несколько мгновений Потому что Сейчас Мы решили для вас Устроить сюрприз Подарок Саш Мы с тобой Приготовили вопрос Для наших слушателей На который Если они правильно ответят Получат сертификат На картинг Озвучь пожалуйста Нам этот вопрос Вопрос такой Как называется Клип Который мы будем Презентовать 7 декабря И я вижу Что у нас уже Есть звонок в студию Алло Здравствуйте Добрый день Как вас зовут? Меня зовут Юлия Юлия Вы поклонница Группы Арай Да Я с удовольствием Слушаю творчество Группы Арай Значит вы знакомы На концерты И 7 декабря Наверное пойдете Обязательно Обязательно Планируем С друзьями Пойти Девчонками Мы уже Тогда Мы Саш Давай еще раз Задавай вопрос Так еще раз вопрос Как называется Клип Который мы будем Презентовать В эту субботу 7 декабря Клип На песню Хочу уснуть Хочу уснуть Правильно Правильно Юля Вы большая молодец Я вас поздравляю Я думаю Просто не получит Возможность Зазвание Вы кому-нибудь Хотите привет Передать Ну да Хочу Передать привет Своей семье Я их очень люблю И Опять же Привет Александру Спасибо И всем Тольяттинцам Тольяттинцам Да Я тут присоединяюсь Поздравляю С наступлением Зимы Наконец-то Снега выпал Это точно Долгожданный Юля Спасибо большое Вам за участие Вы сейчас Не кладите трубку Я вам расскажу Где вы сможете Забрать свой приз Хорошо Хорошо Спасибо Саш В завершении Наших с тобой Выходов Сегодняшних Ты должен Еще раз Пригласить Наших слушателей На это важное событие Которое В твоей жизни Действительно важно Я Александр Куликов Бас-гитарист Юрий Малюшин Барабанщик Никита Майоров Приглашаем всех Мы будем Презентовать Наш новый клип Режиссер Оператор Андрей Резаев В программе Розыгрыши Призы Конкурсы Призы Очень приятные Призы будут Живое выступление Группы Рай Друзья Приходите Будет весело Жарко Кайфово Все Ждем всех Саш Спасибо тебе большое Что сегодня Пришел к нам Что нам все это Рассказал Это действительно Было очень интересно И я думаю Что многие слушатели Побежали уже Покупать билеты На ваше выступление Спасибо вам Что пригласили Спасибо Реза Очень приятно Пока-пока Пока